Карта Сокровищ 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 одна сабля и вторая, то рейд считается законченным и проваленным. И все карты, которые были выложены, уходят в сброс. И на этом ход игрока заканчивается и переходит к следующему игроку. Также, в чем еще заключается интерес. Когда ты грабишь, когда происходит грабеж, и карта уходит к тебе в тайник, и карта с наибольшим номиналом, одинаковых картинок, кладется поверх уже выложенной карты с меньшим номиналом. То есть, семерка кладется поверх пятерки и так далее. Если карта не представлена никакой картой в вашем тайнике, то вы ее кладете просто отдельно, рядом. Таким образом, в конце игры подсчитываются все верхние карты. Цифры складываются и получается суммарное общее количество баллов, которые набрал игрок, очков. Сегодня мы будем делать обзор на игровую партию. Буду играть я, Бивер, и невидимый друг, скажем, Юля. Будем играть по полную версию. А что это значит? А это значит, что мы будем играть еще с добавлением героя. Итак, перед началом партии каждый игрок получит по две карты. Из них он должен будет выбрать одну. Так, посмотрим, что получила Юля. Юля у нас получила Захару и Гана. Ган позволяет, сбросив пушкой карту соперника, класть ее не в стопку сброса, а в свой тайник. А Захара раскрывать не одну, а три карты, когда вытягивается глаз. Я думаю, она возьмет Захару. А мне пришли Гарн и Сэр Лавсворд. Ган, это любой ваш соперник, выложивший пушку, должен сбросить одну верхнюю карту из своего тайника, а не из чужого. А Лавсворд, русалки, автоматически перемещаются в ваш тайник. Ну, наверное, мы возьмем Сэра Лавсворда. Потому что на двоих, я думаю, перспектива того, что все русалки будут переходить ко мне, довольно велика и хороша. Итак, что ж. Начнем, пожалуй. Перемешиваем карту сокровищ. В первом буду ходить я. Итак, поехали. Первая карта ключ. Ключ сама по себе карта ничего не значит. Она работает только в комбе с сундуком. Поэтому можно продолжать, в принципе, дальше тянуть. Сейчас опасности, я думаю, большой нет. Всего 10 типов карт в колоде. Поэтому, в принципе, 9 не открытых, одна открытая. Я думаю, тянуть дальше можно. Карта. Карта позволяет взять стопку сброса, перемешать ее и вытянуть три карты. Посмотрев их, выбрать одну и положить ее в центр стола с использованием ее свойства. Ловить русалку большого смысла нет, так как она автоматически перейдет ко мне. Крюк позволяет взять одну карту из своего тайника и положить ее в центр с использованием свойства. А глаз позволяет посмотреть верхнюю карту и решить, класть ее или не класть. Я думаю, самым выгодным будет здесь глаз. Мы его кладем. Шар с предсказаниями, даже не глаз, а шар с предсказаниями. Итак, смотрим. Здесь сундук. Сундук отлично пишется в эту линию. Так как у меня есть сундук и ключ, они вдвоем делают комбо. Что это комбо делается? Значит, когда ты забираешь карты, свой тайник, а в них лежит и ключ, и сундук, значит ты добираешь еще столько же карт, сколько ты ложишь в свой тайник со стопки сброса. Я думаю, в данный момент мы остановимся на этих четырех картах и не будем тянуть дальше, чтобы не рисковать. Заберем эти четыре карты себе в тайник. И возьмем еще четыре карты и стопки сброса. Так, четыре карты. Это сундук, ключ, карта и меч. Что-то не очень не повезло, потому что сундук кладется под низ. Ключ также уходит под низ. Карта под низ. И только меч или сабля кладется рядом. Ну что ж, не очень удачно видит, но все же пять разных типов я взял. Теперь ход Юли. Первая карта, опять же, как у меня, ключ. Вторая карта, шар. Шар интересен для Юли, так как ее персонаж Захара позволяет посмотреть три карты, не меняя их расположение, посмотреть какие они. Ну отлично, все три карты, они разные, поэтому Юля просто убирает эти все три карты в колоду и тянет их по одной. Первая, сундук, замечательно. У Юли есть комбинация ключа и сундука, и она заберет уже в два раза больше карты стопки сброса. Вторая карта, это Крюк. Крюк позволяет взять одну карту из своих и положить ее в стопку разыгранных карт и использовать ее свойства. Но так как у нее нет сейчас тайники ни одной карты, это свойство прогорает. И следующая карта у нас карта-карта. Замечательно. Это позволяет Юли взять еще три карты с колоды сброса, выбрав их, просмотреть и выбрать одну из них. Ну смотрите, пушка позволяет удалить одну из верхних карт моей, моем награбленном сокровище. Якорь позволяет застолбить все карты до якоря, даже если она достанет одну из картинок, которые уже были до этого выложены. Они уйдут к ней, а якорь и все остальные карты сбросятся. А кракен заставляет взять еще две карты из колоды сокровищ. Я думаю, что большого смысла в том, чтобы брать кракена нет. Теперь осталось только выбрать между пушкой и якорем. Якорь ей позволит взять еще одну карту из колоды сокровищ и понадеяться, что это будет другая карта, потому что все равно эти пять карт она сохранит. Либо же удалить одну из моих карт. Ну, смотря на мои карты, я не вижу больших цифр и смысла большого удалять у меня. Поэтому она берет якорь и продолжает свои ри. Теперь еще карта-карта. Не повезло немножко, но все равно. Пять карт уходит к Юле. Плюс, сейчас перемешаем еще колоду, еще пять карт с колоды сброса. Юля хорошо постаралась, награбила довольно-таки много. Пушка, русалка. Вот эти пять карт. Карта уходит сразу под карту. Кракен уходится отдельно. Это отдельно, это отдельно. Но, по свойству моего персонажа, все русалки автоматически перемещаются в ваш тайник. Но, эта карта не была выложена в центр стола. Она была выложена вследствие взятия сундука и ключа. И она автоматически переходит к Юле. Поэтому, мне чуть-чуть не повезло с этой русалкой. Но, ничего страшного, мы наверстаем кущеное. Так, два, четыре, шесть, восемь, девять из десяти уже собрала Юля. Да, серьезный грабеж. Продолжим. Мой ход. Кракен. Взять еще две карты обязательно. Первая карта. Русалка. Она сразу же уходит ко мне. И не считается. И не считается она, как карта. Эх ты, сэр Лассо. Что же ты делаешь со мной? Первая карта по свойству кракена, это шар. Я должен посмотреть верхнюю карту и решить класть ее или не класть. Но у меня выбора нет. Кракен обязывает мне положить следующую карту. И я ее кладу. Это крюк. Крюк дает возможность взять одну из моих карт и положить ее в игровую зону. Ну, пусть это будет, пусть это будет сундук. Понадеемся, что там есть еще ключ. Хотя, сбросил у нас одна карта. Большого смысла в этом я не вижу. Давайте лучше посположим сюда шар. А, шар нельзя, да? О, хороший ход будет. Мы положим меч. А меч заставляет взять одну карту у соперника, лежащую в его складе. Вот. Но не ту, которая есть у меня. То есть я могу взять любую другую. И, пожалуй, пожалуй, это будет немножко, конечно, хитрость, но я сделаю так. Я возьму пушку и разыграю ее. А пушка заставляет меня удалить одну из карт Юли в сброс. И я удалю сундук в сброс. Вот так. Настоящий раз лежит 5 карт, 5 разных типов. Есть ли смысл тянуть еще один? Шансы велики, конечно, что я не попаду, но и малы в то же время. 50 на 50. Я думаю, я остановлюсь, и тянуть я больше не буду, потому что у меня появляется раз, кракен, шар накрывает, а это новый тип и два еще новых типа. Поэтому, я думаю, так будет лучше. Итак, Юлин ход. Крюк. Крюк позволяет взять одну из своих карт и положить ее в игровую зону. Ну, так как у нее Захара, которая позволяет посмотреть три верхней карты и выкладывать их по очереди. Я думаю, она выберет шар и посмотрит три верхней карты. И это сначала идет якорь, потом сундук, а после него кракен. Вот. Я думаю, Юля возьмет обязательно верхнюю карту, это якорь, следующую карту обязательно это сундук. А есть ли смысл тянуть кракена? Кракен добавит еще две карты, и того будет пять карт лежать до кракена, плюс еще две. Да, она заберет эти две точно Юля, потому что якорь лежит и блокирует эти две карты, но смысла большого я в этом не вижу. Я думаю, Юля останавливается на этом и заберет себе награбленная остальные карты. Вот. Теперь мой ход. Вот. Поехали. Верхняя карта кракен. Кто бы не знал. Вот. Тянем первую карту. Пушка. Пушка я должен удалить одну из карт соперника. Пожалуй, это, наверное, снова будет сундук. Есть ли смысл? Мы удалим лучший шар, который может Юля разыгрывать и класть в игровую зону. Это будет более мудрым решением. Следующую карту я тяну, и это меч. Меч позволяет мне взять одну из карт, которые есть у Юли, но нет у меня. И кроме 2, 4, 6, 8, 9, да и кроме вот этого якоря, у нее ничего нет, поэтому якорь разыграю. У меня эти 3 карты уже сохранились. Якорь, я думаю, идти дальше есть смысл. Карта, взять 3 карты со сброса, это шикарно. Это будет шар. Хотя, если смысл шара, может быть, лучше взять шестерку сундук и остановиться. То есть, шар даст мне возможность посмотреть верхнюю карту колоды, и узнать, что лежит там для продолжения. Но, этот шар четверка, а у меня лежит шар шестерка. Четверка уйдет под шестерку. А эта шестерка, если я заберу, даст мне 2 очка. Что будет более логично, наверное, поэтому я разыграю этот сундук, эти 2 карты отправим в рост и остановимся на этом. И уберем все карты в тайник. карты сюда, и сундук сюда. Фюлинг, вот, первая, сабля. Сабля, она должна взять одну из майка и, пожалуй, той, которой у нее нет. И, пожалуй, это, наверное, будет пушка. Пушка-семерка даст ей возможность удалить одну из оставшихся карты. И, что бы тут по одному у меня лежит? У меня лежит вот 5 очков, вот 7 очков. Убирать русалку нет большого смысла, потому что я все равно ее верну к себе. А вот крюк убрать это очень хорошее решение. И она берет пятерку крюк. Так, продолжается ход. Русалка-девятка, она автоматически переходит мне, так как я сэр Лавсворд. Магический руководитель русалок. Якорь. Якорь позволяет застолбить остальные карты. Но тут интересная и хитрая вещь получается. Семерка это максимальная цифра для якоря, так же как и для пушки. Шестерка почти семерка. В общем, все карты, кроме русалок, идут с 2 до 7 цифры. А карты русалок идут с 4 до 9. Вот. В общем-то, я думаю, смысла большого нет. Хотя листнуть можно, в принципе, потеряется только якорь и семерка. Может быть, потом будет возможность его достать из колодок сброса. Так, давайте возьмем все-таки и это пушка. Вот Юля как знала, что не надо идти дальше, а уже семерка якорь тебе придется сбросить сброс. Ну что поделаешь, оставляем саблю и пушку для Юли, и эти две карты уходят в сброс. Да, вот была же, была же чуйка, не иди дальше. Хватит. В руках уже не вмещается, несет, все падает. Нет, я еще, еще хочу. Ладно, мой код. Первая, якорь, бессмысленная карта в начале. Кракен. Еще две карты. Итак, первая карта это русалка, которая автоматически уходит ко мне и не считается за карту Кракена. Итак, первая карта Кракена это сундук. А вторая это сабля. Сабля, которая позволит что-то украсть у Юли. А у меня две, четыре, шесть, восемь, девять типов. И у меня нет чего. У меня нет. Кракен есть. Так, смотрим, русалка есть, сундук есть. Крюка нет. Крюка нету, крюка нету. Это хорошо, что крюка у меня нету. Потому что крюком я смогу вот так вот сделать и положить ключ сюда. Так как по свойству крюка я должен выбрать одну из своих карт, разыграть ее и положить в центр стола. И это шикарно. Я беру шесть карт, и так как я взял ключ и сундук, я возьму еще шесть карт из стопки сброса. Это просто вообще отлично. Тут, конечно, правда, пять карт, но все равно отлично. О, седьмой трюк, ой, седьмой якорь. Это замечательно. Так, эти две карты уходят сюда. Ключ накрывает. Семь, пять. Сюда. Тройка уходит под четверку. Кракен накрывает. Тройка сюда. Двойка сюда. Да. Вот это я понимаю именно. Награбил, так награбил. А колода все уменьшается и уменьшается, а у меня все сокровище больше и больше. Юля, давай, поднажми. Итак, Юлин ход. Первая карта, русалка, она сразу же уходит ко мне. Вторая карта, спрут или кракен. Тянет две карты. Первая, сундук. Вторая, ключ. И снова, а вопрос, что тут думать? Сброса колода нет, поэтому можно тянуть дальше. Смысл пришел. О, и сразу же ключ. И входы пополниваю на стопку сброса. Теперь у нас есть стопка сброса. Так, первый ход мой. Ага, крюк. Крюк позволяет взять одну карту из своих, выложить ее на стол и выполнить ее действие. А давайте мы выложим карту, возьмем три карты сброса. Там хорошие карты. Раз, два, три. Вот, как я и думал. Седьмой ключ уходит сюда. И мы тянем еще одну карту. Это шар. Седьмой. Мы смотрим, что за карта. Карта, карта. Карта у меня уже есть. Мы эту карту просто положим наверх колоды и не будем ее брать. И останавливаем свой рейд и забираем все награбленные сокровища себе в тайник. Так, раз, два, три. Четыре. Филинг, вот. Это карта. Она позволяет ей взять одну из трех карт. И, пожалуй, в ее случае брать сундук нет смысла, потому что у нее седьмой сундук. Кракена седьмого взять, это есть смысл, потому что пятый ключ и третий ключ у нее лежит. Это разница два очка, а седьмой кракен и второй кракен это пять очков. Поэтому, я думаю, она возьмет и рискнет кракеном и она обязана взять еще две карты. Первая это шар. она может взять три карты сверху колоды, посмотреть их последовательность и потом положить назад. Так, смотрим, что первая будет русалка, она для нее безопасная, но она, правда, уйдет сразу ко мне. Вторая карта ключ. Ключ она выложит, и это будет как раз вторая карта по кракену. И потом она может уже не тянуть, и она так и не будет делать. Отлично. Первая карта русалка, она сразу же уходит ко мне и не считается картой за кракеном. Вторая карта это ключ. И третья, ну, и третья тут кракен лежит. Смысла его тянуть нет, вот, потому что кракены повторятся. Поэтому она просто останавливает свою речь на этом. И так, ее награбленные уходы какие-то нет. Мой ход кракен. Кракен пятерочка. Мы должны взять еще две карты сверху колоды. Так, это пушка. Пушка, я могу удалить любую карту у Юли. Это будет либо сундук-семерка, либо пушка-семерка. Я думаю, я заберу у нее, так как сбросим мало карт, пушка у меня третья, а сундук у меня шестой, я уберу седьмой сундук. Это будет более логично, потому что седьмой сундук, седьмой пушкой я уберу. Вот, чтобы возможности повысить свои очки по пушке. Крюк. Крюк мне позволяет взять любую карту из своих и выложить ее. Так, пятый кракен. кракен у меня шестой, нет смысла. Я думал выложить просто якорь и заслабить карту. Вот. В общем-то, решением я принимаю такое. Я выкладываю сюда глаз. Глаз-семерка, который позволит мне взять верхнюю карту, посмотреть на нее и решить, выкладывать ее или нет. Я думаю, это третий якорь, смысл ее выложить есть. И, пожалуй, я даже возьму еще одну карту. Это сабля. Сабля мне позволяет взять любую карту у Юли, которой нет у меня. У меня 2, 4, 6, 8. У меня весь набор есть и брать у Юли нечего. Соответственно. Но хитрость в другом. На столе лежит 6 карт из 10 типов. Здесь лежит 2 семерки и 1 шестерка. Я думаю, это отличное улучшение моей коллекции, поэтому я заканчиваю свой рейк и останавливаюсь на этом. И распадываем сокровища по стопочкам. Так. Сейчас будет Юлин ход. Осталось не так много карт. Всего 5. Может быть, даже Юля заберет все карты в этот рейд. Так, первая карта шар, который позволяет ей посмотреть 3 верхние карты и решить, как их играть. Пушка. После нее сразу же идет пушка и якорь. Понятное дело, что она 2 пушки разыграть не сможет никаким образом. Поэтому она берет просто одну пушку, выкладывает ее и удаляет одну из верхних карт в моей коллекции. Так, Разница максимальная между верхней картой и предыдущей. 6-4, 7-4, 6-4, 7-5, 7-6. 7-4 будет самое логичное. Она удаляет у меня ключ. И останавливается на этом, потому что смысл брать следующей карты нет, она просто сбросит все в отбой, в сброс. Поэтому она решает взять 5 очков и остановится на этом. Первый ход мой, это пушка, а вот теперь пушка, я удалю, пожалуй, ее 7-ми очковый сундук. Следующая карта это якорь, который оставляет мне пушку. И последняя карта это сабля, которая должна забрать одну карту из Юли, но у нее нет таких карт, точнее у меня присутствуют все 10 типов, поэтому все, я просто оставляю все карты себе. И на этом можно уже заканчивать игру и подводить итоги. так, в принципе, я набрал 13 плюс 10 23, 36, 45, 58, 65 очков. А Юля набрала 9, 15, 26, 26, 39, 39 плюс 5, 44. 40, 44. Вот такая вот в принципе игра это карта сокровищ. Всем спасибо, кому понравилось ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, ждите обновлений. Всем спасибо, с вами был Бивер и настольные игры. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ